МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удал, что он стирает эмаль, а кто-то до сих пор его рекомендует для профилактики. Споров много, но факт есть факт. В советское время он был незаменимым средством для взрослых и детей, чтобы все 32 блестели, как жемчуга. А гид-плакаты настойчиво призывали не забывать о зубном порошке. Его наличие в жизни каждого рассматривалось как аксиома. В советских фильмах и мультфильмах хороший ребенок тот, кто под рукой держит. Это незаменимое средство гигиены. Зубной порошок! Мол, утром встал зубная щетка, а за нею порошок. И тут не поспоришь. Причем цена его была весьма доступной. Хочешь за 5 копеек в картонной коробочке, а хочешь за 10 в упаковке по-монументальнее. Его состав был просто дальше некуда. Практически все зубные порошки были мятными на вкус и с большим содержанием соды. К слову, именно сода и выполняла главную функцию очистителя. Также зубной порошок имел в своем составе мел, измельченную куриную скорлупу, это если что, кальций для укрепления эмали и крахмал. Он тоже был нужен для эффективной чистки. Что характерно, в эпоху глобального дефицита и гениальных лайфхаков, зубной порошок для советской хозяйки был больше, чем просто зубной порошок. Ну, во-первых, многие красавицы использовали его в качестве пудры. А во-вторых, о широком спектре использования этого гигиенического средства для полости рта часто писали даже в советских журналах для домоводства. Вот и чистила им хозяйка из СССР кастрюльки да посуду, серебряные ложки да ювелирные украшения и даже окна. Более того, зубным порошком отмывали обувь и чистили коньки. Зубной порошок отлично работал и как пятновый водитель. Спросите, кто виноват, что зубной порошок заменила паста в тюбике? Ответ прост. Космос. Однако это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова